Продолжение следует... Утром эти знаки были обнаружены в семи хатах. Выходят, эти девушки выбраны в жертву всаднику. А ты чего здесь вынюхиваешь? Разве не хочешь зайти ко мне в гости? Мне дышать надо. Ну беги, ведьмочка. Запито листы, разминисты с вами. Николай Васильевич, а вы уверены, что вам этот убийца не померещился? На что вы намекаете? Всадник наметил в жертву не семь девушек. На восемь. Ну, может быть, он прав. И здесь мне действительно ничего не угрожает. Мне нужен Гоголь. И он мне нужен живой. Вы должны подсобить меня. Мне нужно завершить обряд. Он мне дышит. Он не дышит. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха! Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают... Василина, запомни, что я говорю, только то одно и есть правда. Господин Гоголь был божий человек, великой души был человек. И если кто против него поганое слово скажет, плюнь. Не верь. А что ты про пана Гоголя? Как про покойника? Он не помер. Да, Доня, ты права. Душа его бессмертная и вечно будет жить в наших сердцах. Упокой, Господи, его души. Не то говоришь! Нет, он не помер! Ну что? Нашел место? Нашел. Ну и хорошо. Завтра на рассвете произведем обряд погребения. Что-то еще? Александр Шлистопорович, Вы только мне, чуб мой, сразу не вырывайте. Я вот никак в толк взять не могу. Почему мы взялись господина Дознавателя тайком хоронить? Ну он что, преступник что ли какой, чтобы его на отшибе как собаку зарывать? Изволь, я тебе объясню. Завтра на кладбище будут хоронить погибших на хуторе. Погибших по вине господина Дознавателя. И если мы будем хоронить Гоголя одновременно с ними, то такое начнется. Народное волнение, не приведи, Господи, бунт. А кому это, я тебя спрашиваю, нужно? А с чего вы в толк взяли, что девчины на хуторе погибли из-за Николая Васильевича? А кто предложил их на этот чертов хутор везти? Предложил он. А приказ отдали вы. Ладно. Надеюсь, доктор уже вскрыл тело. Мне нужна точная причина смерти для рапорта. Александр Христофорович, доктор отказывается резать Дознавателя. То есть, как отказывается? Это что за саботаж? Почему вы не начинаете вскрытие? Вы знаете, я сейчас совершенно не в кондиции. У меня такое состояние, что я не могу проводить вскрытие. Боюсь делать ошибочное определение. Да вы в прекрасной кондиции. Вам и сильное опьянение никогда не мешало работать. Не валяйте дурака, приступайте. Я не буду. Вы в своем уме? Вы уклоняетесь от прямого приказа? А мне плевать. Леопольд Леопольевич, придите в себя. Да что с вами в конце концов происходит? Он был моим единственным другом. Я не собираюсь в нем копаться. А у вас просто нет сердца. Алисандр Кристофович, ну что за бесчинство? Стыдо сказать. Ваши люди не дают моего парина отпеть. Ну правильно. Ни с коим так отпоем. Что? Ничего. Где ты его отпевать собрался? Ну где, как положено. В храме. Я уже с отцом в Вархоломеем договорился. Не может быть и речи. Мы не должны привлекать внимание. Господь с вами. Долго ли до греха не может батюшка от вивания в покойницкой затевать? Александр Кристофович, вообще не по-христиански это. Да это куда еще? Завтра батюшка прочтет отходную на кладбище. И все. Верно. Вы на моего барина зло держите. Не дело с покойниками воевать. Листа на вас нет, господин Бинг. Ну прекрасно. Я виноват в смерти девушек. У меня нет сердца и на мне нет креста. Не удивлюсь, если меня Громом убьет. Где же ты, сокол мой ненаглядного? Встань и приди ко мне. Видно, не горючие слезы мои. Не в мочь мне согреть и разбудить душу твою. Отчего нет тебя ни среди живых, ни среди мертвых? Где ты? Как тебя найти? Любящее сердце все услышит и отыщет. И мы навеки будем неразлучны. Любящее сердце все услышит. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих. Очисти беззаконие мое. Наипачо мы имя от беззакония моего, от греха моего. Очисти мя. Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Николая. Велико в житии семья, как человек согреши. Ты же человека любец Бог. Прости его и помилуй. Вечные муки избави. Небесному царствию причастую... Скоро остальных хоронить понесут. Надо бы поторопиться. Полезное сотвори. Аминь. Подождите. Я бы хотел сказать небольшую прощальную речь. Николай Васильевич был человеком необычайного ума. Он был человеком... Ну, нечего речи разводить. Давайте, опускайте группу. Вот бисови души. Из гнилья гроб сделали. Руки поотрывал бы. Много гробов пришлось склотить. Свежие доски на дичиных казаков ушли. А этому ироду и гнилых досок хватит. Давайте, поторапливайтесь. Так до Рождества не похороним. Попускай. Закобывайте. Стойте! Зачем вы живого короните! Доча, доча. Он же не помер. Он живой. Доча, доча. Доча, доча. Доча, доча, доча. Доча, доча. Доча, доча. Доча, доча. Доча. Папа... Это что значит? Я умер? Ты прости меня, Николаш. За что прости? Все, в чем был неправ перед тобою, виновен. В чем ты виноват, отец? Я не понимаю. Не надо было. Не надо. Отец твой вину свою вечность искупать будет. Да не искупит. Нелегкая жизнь у него на том свете. Горит душа его в адовом огне. Горит душа его в адовом огне. И пока он гореть будет, ты будешь жить. Живи, темный. Фух. Ха-ха-ха-ха-ха. Фух. Мы, слава богу, успели. Простите меня, барин, не смог я вас уберечь. Лучше бы я сам, старый дурак, лег бы в эту сырую землю. Помогите! 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 Небесная царица! Лиза, стой! Лиза, стой! Лиза, не надо. Вы мне мешаете. Лиза, стой! 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 Летаргию! Летаргия! Совершенно верно. Сие известно науке, как глубокий сон, похожий на смерть. Кстати, подобный случай произошел в 1785 году в Тулузе. Маркиз де Мерсье впал в летаргический сон на три дня и, представьте, очнулся в гробу на собственных похоронах, немало изумив своих родственников. Один из мужчин даже скончался. Чудные дела твои, господи. Мне пора. Виким, не давайте господам утомлять его, хорошо? Будьте покойны. Лиза! Каша уже варится, барыня. Что? А, да, спасибо, Христина. А что это вы такая бледная? Никак, случилось что, нехорошее? Нет, нет, все прекрасно. Да? Доня, признайся, гуляла, гуляла, собирала звезды, собирала, попадала… Доня, признайся, откуда ты дозналась? О чем учить? О том, что он живой. Дознала и все. Господа, я очень рад, что все так счастливо обернулось. Поправляйтесь. Спасибо. Доктор. Да. Скажите, а как по-вашему, господин Гоголь может встать и идти? Ну, в целом, хотя я бы посоветовал полный покой. Я совершенно здоров. Тесак. А? Приведи двух казаков. А? Приведи двух казаков. Хорошо. Будет сделано. Вставайте, одевайтесь. Вы арестованы, господин Гоголь. Или как прикажете к вам обращаться? Господин всадник? Да что же вы делаете, а? Чтоб у вас Возгон перенехал. Устроили здесь, учинили суд доброго человека. Поступайте, а то я не посмотрю, что вы из столицы. Все к вам поведут. Вон, вон. О, да ладно, проклятый. Не серчайте, Николай Васильевич. Службус. Оставьте в покое моего барина, окаянный. Да что ж за шельма вас укусила? Запри его! А заприте меня. Я барина своего не оставлю. Александр Христофорович, да что здесь происходит? С чего вы вообще решили, что всадник это я? Ну, всадник вы или пособник, в этом следствие разберется. Объяснить вам? Ну что ж, извольте. Ну, думаю, рассказывать в деталях, как девушки, которых мы по вашему предложению отправили на хутор, погибли все до последней. Вместе с охраной. Не нужно? Погибли? Как погибли? Поразительно, как вы ловко умеете притворяться и изображать неведение. Да ведь ребенку понятно, что вы имеете отношение к их смерти. О том, что девушки на хуторе, знали мы с вами и погибшие казаки. Но только у вас были особые отношения со всадником. Ну, как бы он еще узнал, где их искать? Мы отправляем ребенских девушек на заброшенный хутор в Лиздиканке. Ваша жена должна поехать с ним. Я так считаю. Данишевский. Об этом еще знал Данишевский. Послушайте, Александр Христофорович, я уговаривал графа Данишевского, чтобы он отправил Лизу на этот хутор вместе с девушками. Его сейчас же нужно задержать. Что же вы за человек такой, а? Ни капли совести. Вы обвиняете графа, потому что имеете виды на его жену. Это здесь совершенно ни при чем. Вы совершаете большую ошибку. Большую ошибку я совершил, когда решил доверять вам. Александр Христофорович, послушайте! Граф Данишевский всадник! Он убил семь девушек, и последней жертвой должна стать Лиза! Он ее убьет! Грустишь, Лавка? Ты меня видишь? Ну так я же не слепой. Я являюсь людям только, когда сама этого захочу. Ты кто людям? Не бойся. У меня к тебе дело. Хочу предложить тебе сделку. Насколько мне известно, ты безответно влюблена в господина Гоголя. Он милый юноша, но в последнее время слишком суетится и мешает моим делам. И мне очень не хотелось бы его... ...обивать. А ты можешь сохранить ему жизнь и завоевать его любовь. Это как же завоевать? Он живой, а я мертвячка. Я могу тебя оживить. Я верну тебя с того света, а ты сделаешь так, чтобы Гоголь тебя полюбил и уехал отсюда насовсем. Больно мягко ты стелешь. Ну... Конечно, у всего есть своя цена. Тот, кто соглашается пройти обряд воскрешения, оживает и живет как все. Но после смерти попадает прямиком в ад. Зато ты сможешь прожить с любимым человеком целую жизнь. Разве оно того не стоит? А? А ну как? Гоголь меня не полюбит. Он же в жинку вашу влюблен, а она в него. За Лизу можешь не беспокоиться, она больше тебе не помешает. Никогда. Ну так как? Я согласна. Александр Хрисопорович, вы простите, я никак умысла вашего разгадать не могу. Вот вы арештовали Николая Васильевича. А зачем? Потому что Николай Васильевич ловкий мошенник и хитрый убийца в одном лице. Подождите, так вы думаете, что Николай Васильевич и есть тот самый колдун душегуб? Да никакой он не колдун. После этой истории с литургией я окончательно убедился в том, что он овладел искусственным фокусом, подобным тем, которым развлекают толпу бродячие циркачие на ярмарках. Но ведь первых девчин порешили еще до прибытия Николая Васильевича, а ли не так? А откуда мы знаем, где его носило до того, как он соизволил явиться в наши края? Ну, они же пожаловались вместе с Яков Петровичем. Ну, Яков Петрович, к сожалению, мертв. И поэтому, боюсь, ничего в этой истории нам не произнесет. Да чтоб вы сдохли, собачьи дети! Выпускайте нас, мы невинные! Никим криком ничего не решить. Барин, откуда у вас такое спокойствие? А ну как сейчас будет суд неправедным? У нас здесь такое сплошь и рядом. И приговорят вас, чего доброго возьмут и повесят. Вы что думаете, и в третий раз воскреснете? В третий раз? Барин, вам просто послышалось? Нет, мне не послышалось. Ты сказал, в третий раз. И, Ким, что ты от меня скрываешь? Это как-то связано с моим детством? С моим рождением? Ты на свет появился, не простым тебя испали. Ты темный. Прости меня, Николай. Яким, расскажи мне всю правду. Ну ладно, барин. Хоть черт там весь жив. Все равно уже не отступитесь. Вы же верно знаете, что ваши два старших брата родились мертвенькими. Да. И когда ваша матушка третий раз поднесла, то ваш батюшка очень сильно устрашился, что опять родится мертвенький. И как раз в это время в наших окрестностях появился некий господин. И ваш батюшка с ним начал дела вести. А наружность этого господина была пристранная такая. А в чем странность? У него, я даже не знаю, как выразиться, носа не было. Такое прям ощущение, что он взял от него и сбежал. И нос. СМЕХ И вот когда пришло время-то вам родиться, и бабка поведуха вас из материнского чрева-то достала, а вы мертвый. Он не дышит. Ох, как вспомню досель, кровь в жилах стынет. А него тогда подземельной сыростью так пахнуло. Живи, темный. Так и сказал. Живи, темный. Точно так и сказал. Почему я раньше не слышал эту историю? Батюшка ваш запрет наложил на этот рассказ, что вы видели своими очами строго-настрого забыть. Этот господин больше не появлялся? Господи, спаси и сохрати. Вот этот проклятый. А как же он не проболтался-то ни разу? Он даже когда подвыпивший был, он только и твердил о том, как душегубы сыскать. И сам он им оказался, да? Я этого в толк взять не могу. А как легче всего избежать погони? Нужно ее возглавить. Зверь маскируется, когда преследует жертву. Вот и этот. Убийца. Выдавал себя заслугу закона. Да. Вот чем больше думаешь, тем больше я не знаю, что в голове это творится. А у меня вот, Александр Христофорович, еще кое-что-то не сойдется. Как господин дознаватель мог девчин на хуторе погубить, если аккуратно в то самое время он в церкви находился? Я поставлен государем следить здесь за порядком и сам отвез семь девушек на бойню. Он либо всадник, либо пособник. Третьего не бывать. Да. Это еще что такое? Этого только не хватало. Сколько человек осталось околоток сторожить? Пойдем. Бунт решили учинить. Если не разойдутся по-хорошему, до стрельбы дойдем. Дострелять тут никто не будет. У всех дидье уголов по пять. Ну-ка. Вурдалаки у нас живут. Да. Ну-ка все разошлись по хатам. Из вурдалака не уйдем. Да. Здесь нет никакого вурдалака. Режет он, брат. Я своими очами дывился ехали. Колдуна душегуба за арестованную вели. Нет здесь никакого колдуна. И никто вам арестованного не выдаст. Он находится под защитой Российской империи. И предстанет пред судом. Стой! Отопши за наш ученик. Идем, пока не выдох. Зашел на хлопуду. Так. Кто это сказал? Да и вы что, бултовать думали? Сейчас в Сибирь пойдете. Макула! Беда! Казаки взбунтовались. Хотят Николая Васильевича умереть. А власть, а что? А нет у нас больше власти. Отпустите моего барина! Он же ничего не виноват! Молкни, старая курица, а то и тебя поджаривают! Вы что творите? Вы все наказывают, что вы творите! Ну что, православные, спалим этого бека? Гори, гори! Гори! А чё ж вы делаете, ироды?! Гори! Гори! Поехали! Поехали! Какая туча всё зальёт? Что казаки делать будем? Повесить его! Отцади его! Хочи верёвку! Что ж, Семь? Все в порядке, Вакула. Она просто без чувств. Поднимай! Ну что, нечистая? Отправляйся в преисподнюю! Немедленно прекратить линчевание! Давай! Радость встречи оставим на потом, Николай Васильевич. Господа, прошу всех сохранять спокойствие и не совершать действий, впоследствии о которых можете пожалеть. Я выпустил одну пулю, но внутри этого замечательного оружия еще десять. Скорость перезарядки три секунды, и если вы не выполните мою просьбу, клянусь, десять из вас будут лежать на кладбище. Но остальные, как справедливо заметил господин Бинг, будут объявлены мятежниками и отправлены в Сибирь. И вот вам моя просьба. Пошли вон, болваны! Ну вот, а теперь здравствуйте, Николай Васильевич! Признавайтесь! Скучали по мне? Ну, как вам удалось выжить в хате Ганны? Понимаете, меня все время беспокоилось, что мы что-то упустили. Я пошел в хату Ганны для того, чтобы добыть какие-то новые улики. И там застал всадника. И вступил с ним в схватку. Яков Петрович! Я был ранен, но остался жив. А когда начался пожар, всадник исчез. И мне пришла в голову интересная мысль. Ведь он думает, что я мертв. Стало быть, это мне дает шанс залечь на дно и посмотреть как бы на все со стороны. И когда вы отправляли мои вещи каретой в Санкт-Петербург, Николай Васильевич, это было очень трогательно. Я остановил карету на полпути и тут же издал приказ о назначении вас сюда дознавателем. Значит, вы все это время были где-то рядом? Ну, скажем так, поблизости. И вам не пришло в голову вмешаться? А вы знаете, что за то время, пока вы, с позволения сказать, залегли, погибли девять девушек? Не говоря о том, сколько казаков полегло. Если бы это было в моей власти, я спас бы каждую жертву ценой своей собственной жизни. Но я был не в праве это делать. Господа, я же тоже не бездельничал. Просто есть вещи, о которых даже вам знать не полагается. Тетя господин Гоголь жив? Жив, слава Богу. Его господин Гуров спас. А разве это не мой дождик его спас? Ты видел, как я звала дождик, и он пришел? А села дозвалась. Да, если бы я верил в чудеса, решила бы, что это Василина все сделала. Прошептала заклинание и дочь пошел. Моя дочь шептала святую молитву по спасению Николая Васильевича. Она никакая не ведьма. Она чистая душа. И нечего бесовщину к нам приплетать. Варушка говорит, что неправильно ты бронишь господину доктора. Хватит! Нечего солому слушать! Вакула, ну что ты, ей-богу. Оставь дитя в покое. Это же дочь твоя. Василина никакая не ведьма. Пойдем-ка, братец, лучше выпьем за здоровье Николая Васильевич. Пойдем. Пойдем, пойдем. Однако, господа, я очень внимательно следил за ходом вашего расследования. И с уверенностью могу сказать, что вы, конечно, удивительные молодцы. Я даже уверен, что вы будете вознаграждены за это. А сейчас, я полагаю, у вас даже появился главный подозреваемый. Да. Я абсолютно уверен, что всадник — это граф Данишевский. И если мы его не остановим, то последней жертвой может стать Лиза. Ну, если он действительно убивает только по праздникам. Следующий — это Казьма и Дамьяна через три дня. Соответственно, у нас есть время для того, чтобы остановить убийство и покарать мерзавца. Вы знаете, я так долго изучал материалы об языческих праздниках. Многие из них забыты. Но это не значит, что их нет. Что вы этим хотите сказать? Ближайший забытый праздник — ночь небесного сварога. По преданию, в эту ночь небеса карают земную нечисть. И когда эта ночь? Увы, сегодня. Сегодня? По коням, господа. В поместье едем втроем. Николай Васильевич, голубчик, а вы сохранили мой сундучок? Разумеется. Нет, но он пуст, мы из него все извлекли. Не волнуйтесь, Николай Васильевич, редко, но все-таки так бывает, что внутреннее не является главным. И зачем вам кольцо от сундука? А вы знаете, не исключено, что сегодня вам представится шанс узнать об этом. Старая Слово tossed от сундука в последнее время, Застой? Пусть? Пусть? Пусть! Пусть? Увы, улучшится? Увы, ул! Увы, ул! Все, депутаты? Увы, ул! Депутаты? Увы, ул! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А где Василина? Лиза! Лиза! Александр Христофорович, как у Вас? Бесполезно, нет никого. Да где же они? Мы здесь все обыскали. Может быть, Денишевский увел ее в какое-то потайное место? Нет, в моем видении был именно этот особняк. Ну и где же? Что они, по-вашему, сквозь землю провалились? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Только я наперед разумею, что это все из-за ревности. Из-за того, что она питает сердечный интерес к Николаю Васильевичу. А господин Гоголь питает к ней эти сердечные чувства. Только об этом ты-то никому не говоришь. Ну все, хватит денег дозревать. Галушка немазанная. Пора тебе домой, баиньки. А? Оксана? Кто эта девушка? Вы ее знаете? А вы тоже ее видите? В каком смысле? Что происходит? Господа, вам тут не место. Ступайте прочь. Граф Данишевский, именем закона. Горочий сказал! Ты ж никогда бы не подумал, что всадника можно будет просто так убить одной пулей. Я сегодня... Уu'th'th'th'th'th'th'th'th'th'''th'th'th'th'th'th'th'th'th'th'th'th'th'. Сёплая. Я живая. Живая. Сёплая. Лиза. Какой пассаж! Свержилось. Двенадцать тел и один воскресший. Двенадцать. Плюс один. И запомни, сестрица, тебе меня никогда не одолеть. Зато ты в девках засиделась, что это не едут тебе сваты. Что? Вот и звенюка. Эй, поганки! Что же вы батику не идёте провожать? Уже бежим. Бать, прости, задержались. Опять, небось, махались? Долго до греха. Но ты же сам нас научил. Взрослые девчины, а ведёте себя, як неразумные хлопцы. Мария, добрая новость для тебя имеется. Сыскал, наконец, тебе жениха. Вон он, твой суженый. Мосик, Шилы, Чернигово. О, как раз жена в прошлом году помяла. Сделай милость, не откажи. Батька, я не хочу. Он же старый, как Дидова Кольчуга. Да ты мне эти глупости-то брось. Вольный казак, храбрый воин, с достатком, добрый будет муж. Вернёмся с похода, свадебку исправим! Ну, батька! Не беречь! Не то в девках сгинешь. Казаки! Наши малороссийские хутора Раззоряет шайка нехристеляха! По главе их Пропадшая душа Вор и убийца Казимир Мазовецкий! Гутарик так же, что он ещё и колдун! Но сдаётся мне всё это Лешие брехня! Пан Гетман прислал мне указ Изловить ему живого Казимира Чтоб потом публично казнить супостата За все злодеяния А лёхом его Мы зададим такого перца Чтоб они потом не ссунули к нам ни носа Ни локтя! Хороша казаки! Огуляем! 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 Лиза! Я не понимаю Как это? Как это возможно? Мне это было необходимо Чтобы выжить Николай! Вот и славно! В ноги готовы тебе упасть, только помоги нам Скажи, есть ли способ одолеть этого колдуна? Колдун этот бессмертный Тёмная сила его велика Но есть один способ его усмирить Вот! Если шею колдуна заковать всей заговорённой обруч Он в раз потеряет свою силу И пока на нём будет этот обруч Он смертен Погоди! Поганое дело вы задумали! Не божеское! Месть – это удел грешников Не принесёт оно вам счастья А вот напасти всякие на вас навлечь может Накажет вас Господь Свою трёхапостатную силою Откажитесь, пока не поздно Так вот, господа, этот обруч служит для укрощения всяких колдунов и ведьм Единственный экземпляр в своём роде Я за ним долго охотился, даже надежду потерял А тут он вдруг случайно обнаружился В ловке у херсонского антигвара Этот балбес даже не представлял, что он продаёт Ну я у него выторгал этот сундучок Вместе с этим обручем буквально за пол цены Николасич, что с таким лицом стоите? Вы что, жалеете? Поверьте мне, если бы эта дамочка превратилась во всадника Она бы здесь никого не пожалела Гляньте, господа Наша юная всадница, по-моему, очнулась Кстати сказать, может быть, и не такая уж и юная Извините меня, конечно, за бестактность, милейшая дядя Андреевна А сколько вам исполнилось полных годков? Давайте я угадаю Где-нибудь под сто восемьдесят Я не прав? Сто восемьдесят? Как это понимать? Ох, на свете много есть друг Гораций, что не известно нашим мудрецам Гамлет Не читали? Нет, здесь все-таки гораздо уютнее, чем там в пещере сквозняк Ну и что, застойтесь, чихать начнете? Или ведьмы не чихают? Не-не-не-не, господа, мертвых несите на воздух Не то на ровен час смердеть начнут Немедленно отправьте кого-нибудь в деревню, чтобы привели наших людей И мне нужен будет экипаж, чтобы доставить арестованную в Петербург Как? Вы хотите забрать преступницу? Но я смею вам напомнить, что я должен провести допрос и составить рапорт по всей форме Я освобождаю вас от этой формальности Арестованную допрошу я сам Но тогда я хотел бы присутствовать при допросе Я бы тоже А я бы хотел, господа, чтобы вы выполняли мои распоряжения Выносите тела, Александр Христофорович и Николай Васильевич, как самый молодой Бегом в деревню, за подмогой Но Яков Петрович, я рассказал, нет Нет А как мы подберемся к этому бесу Кузимиру? Про него молва ходит, что он страшный распутник Ну? А мы очаруем его прелестной пленницей Хороша задумка А кто будет пленницей? Ты будешь Эй, Барсово! Ты будешь делать? Ты будешь в stationedении? Та- ты будешь в Рыбаке? А если ты не будешь в веру impression Charlesа? Я в логу в третьем холодном 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 Я не хочу думать, чтобы ещё обживаться. Стой, кто идёт? Пленница для пана Казимира. Осмелюсь доложить. Привёл молодую паночку для вашего развлечения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приятная пани. Молодец. Доброе. Получишь награду. Уже получила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты как? Надо текать отсюда. Я, с вашего позволения, угощусь? А то такая служба, понимаете. В общем, со вчерашнего дня маковой растинки во рту не было. Да, поводили вы нас за нос, госпожа всадницу. Поводили. Мы уж грешным делом думали, что душегуб-то это ваш муж. Денишевский никогда не был моим мужем. Он был моим слугой. Тридцать лет назад я начала искать человека, который смог бы приготовить для меня особый эликсир. Подобие лекарства. Которое помогало бы мне хотя бы на некоторое время оставаться в человеческом обличье. Когда наступал мой срок обращаться в черного всадника. Таким человеком оказался Денишевский. Он был из старинного польского рода смертных колдунов. Когда мы познакомились, он был совсем мальчиком. Полюбил меня. А я не смогла ответить ему взаимностью. Тогда он вымолил у меня разрешение быть со мной рядом. И служить мне до конца своих дней. Ну надо отдать ему должное. Слово свое он сдержал. Сестрица, давай-ка остановимся. До тех скал доедем, там мы за ночую. Небось, когда Лехи узнают, что Мазовецкий сгинул, наперед без него на наши земли не полезут. А мы доберемся до хутора и сдадим его казакам, а они — Гетману. И уж там-то эта нечисть получит по заслугам. А что с ним учинят? Как думаешь? Думаю, колесуют. А потом четвертоят. Собаки — собачья смерть. Мария, давай скорей. Скоро темнеть начнет. Доброй ночи, красавица. Умолкни. Постоянно оно слово. Не о чем мне с тобой говорить. Ты моего батька убил. Он хотел убить меня и убил его. Это война. Ты богатступник. Зубы мне не заговаривай. Знаешь, я живу двести лет. И все эти войны, борьба за власть — все мне постылило. Уразумило я, что спасение мое в покаянии и любви. А если бы выпал мне случай, я бы все бросил. Пошел бы в пещеру, надел бы жесткую лосиницу и все молил бы Господа, чтобы заслужить его прощение. И твою любовь. Ну, значит, тебе другая судьба уготована. У меня судьба в твоих руках. А как только отчимы увидели тебя, так сразу затуманились. А как поцеловала я тебя, так губы до сих пор ударят. Грешин я твоя правда. Было много у меня женщин. А ни одна красавица не заставила меня покаяться перед Господом ради любви к ней. Сделай милость. Поцелуй меня. Хочу еще раз это испытать, прежде чем предать себе на муку вечную. Сестра! Иди поспи. Я сама его покараулю. Я сама его покараулю. А вам не кажется, поведение Якова Петровича оскорбительным? Мы с вами больше всех сделали для этого расследования. И мы, как никто другой, имеем право присутствовать при допросе. Николай Васильевич, вам что, не интересно? К чему уклонить? Здесь где-то должен быть черный ход. Уханная моя. Подойди ко мне. Да хранит тебя Бог милосердный. Освободи меня, и увидишь, как душа моя тебя возблагодарит. Любовь моя к тебе не пройдет вовеки. Освободи до гроба, будь вместе. Сними с меня сей обруч. Стой. Не делай этого, Мария. Он тебе, дурехе, голову затуманил. Да, сестрица. Ты, видать, из-за правды умнее меня. Зато я любительнее. Иди, Русь, я лучше. Подумайся, что я сделаю перед тобой такого неправого. Лиза, не бери грех на душу. Не предавай меня царству загробному. Остановись. Не избежать тебе кары небесной. Я твоя кара. Да будь же ты проклята во веки веков. Обрекаю тебя на муху вечную. Теперь ты бессмертна. Но каждые тридцать лет должна ты приносить в жертву двенадцать девки одного воскресшего. И крайним сроком тебе будет ночь небесного сварога. А коли все не выполнишь, то умрешь. И развертнется ад пред очами твоими. И буду тело твое рвать на куски гиены огненные. Прощай, темная ведьма. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Двенадцать плюс один. Не так ли? Вы знаете, я внимательнейшим образом изучал свидетельства убийств, которые ранее случались в этих местах. И никак не мог взять в толк вашу систему. Но, наконец, в один прекрасный день я понял. Вы только дослушайте меня сейчас. Не перебивайте, ладно? Не надо, чтобы эти ваши рога вы растали. Ну, так вот. Шестьдесят лет тому назад вы убили здесь дюжину девушек. А тринадцатой жертвой стала старая толстая попадья. Тридцать лет тому назад вы вновь убили здесь двенадцать девушек. А тринадцатой жертвой стал молодой казачок. И вот тогда я решил дознаться, а что же это за жертвы за такие, за таинственные? Тринадцатые. И, представьте себе, дознался. Старая попадья вообще была здешним чудом. Как-то раз на какой-то свадьбе она подавилась вишневой косточкой, захрипела, посинела и упала замертым на землю. Все были абсолютно уверены, что она представилась. Тут какой-то мужичок подскочил и понял, как тряханул. Косточка выскочила, старушка ожила. И с тех пор все ей нарекали воскресшей. Но только недолго. Через месяц она пошла в лес по грибы, по ягоды. И там вы ее на опушке и зарезали. В овраге. Ну, вам видней. Вы, кстати, попролете меня, если что-то не точно говорю. Похоже, история была и с молодым казачком. Валялся он себе на сеновале, и в него попадает молния. Попала и убила. Четверть часа не дышит, полчаса не дышит, а потом неожиданнейшим образом воскресает. Тоже недолго наслаждался этим чудом, потому что через два дня его нашли на этом же самом сеновале, зарезанном. Сопоставил я эти две истории и подумал, а вдруг и в этот третий раз всаднику понадобится воскресший. Вот поэтому я привез сюда с собой господина Гокода. Я узнал его историю. Он родился мертвым, потом, не знаю какой причине, ожил. Поэтому я решил попробовать поймать всадника на живца, так сказать. То есть на Гоколя. Но только вы странным образом не ловились. Почему-то оживили эту несчастную мавку, потом опять ее умертвили. Я вообще до сих пор не понимаю, зачем такие сложности. Сперва я думала, что это будет Николай. Потом я приказала Алексею с искать мне другую жертву. Я бы не смогла. Ух ты! То есть я прошу прощения, вы влюбились? Удивлен. Не скрой, удивлен. Хватит. Делайте со мной, что хотите. Везите меня в Петербург. Пусть меня там осудят и казнят. Пока на моей шее этот обруч повесить меня не составит труда. И что вы так торопитесь на тот свет? У меня нет желания отдавать вас в руки так называемого правосудия. У меня на вас совершенно другие планы. Восторожник в Казахове Василина! Какая деревня не сыскали, в такую темень и подавну не сыщешь. Волхи! Зря ты с нами потащился. Доктор и тот резвей. Василина! Тихо! Это где-то там. Ну-ка, увлекай только. Василина! Что ж ты наделал, доченька? Дело в том, что я прибыл в диканьку не только по поручению третьего отделения. Еще я здесь представляю тайное общество графа Бенкендорфа. Это собрание самых влиятельных людей России, которые переследуют свои задачи и цели. На благо Отечества, разумеется. И от чего же я понадобилась вашему могущественному обществу? Нас интересует секрет бессмертия. И мы очень надеемся, что тайной этой вы с нами поделитесь. А что, если я откажусь вам помогать? Ну, тогда боюсь, что, например, с вашим возлюбленным молодым писателем может произойти что-нибудь очень нехорошее. Он может утонуть где-нибудь или сгореть во время пожара. Тут уж, знаете ли, как мне больше понравится. Я вам верю. А вы оказались мерзавцем. Во-первых, подслушивать некрасиво. Во-вторых, почему вы не выполняете моих распоряжений? Мы более не обязаны выполнять ваши приказы. Вы укрываете преступницу от правосудия. Именем закона вы арестованы. Дядь, прости меня за то, что я ведьма. Ты меня больше не будешь любить. Доченька, прости меня. Я люблю тебя такой, как ты есть. Я аж притрезвел. Дядь, Маруша говорит, пань Гоголь и господин Минх в опасности. Что? Нам надо спешить. Тихо, тихо, тихо. Не кипятитесь так, Александр Христофорович. У меня какой-то неугомонный, честное слово. Но вы же всего не знаете, правда? Ну, безусловно, ваше усердие будет вознаграждено, как я и обещал. У меня с собой приказ о назначении вас оберполицмейстером Петербурга. Бенкендорф уже подписал. Дело за государем, но там проблем не будет. М? Александр Христофорович, вы же хотели послужить отечеству. Там карты в руки. Власть, сил, влияние. Творите благо. Как говорится, честь честью, а дело дело. Ну, вы сейчас арестуете меня, шум поднимете. В лучшем случае вас ждет ссылка, а в худшем – виселица. Так что, похоже, выборов у вас нет. Пистолет опускайте. Вы правы. Выбора у меня нет. Лиза! Вы что наделали? Ну, как вы сказали? Дело делом, а честь честью. Нет. Я вас не на каторгу. Я вас в желтый дом, к буйно помешанным. Обувь снимать. Я не могу дышать. 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 Шпиц-рунтенов прошлись по вашей шкуре и содрали ее, чертовой матери. А потом сгноем в каземате заживо, тупое вынистожество. Гоголь! А! Эх! Ах! Нет! Ах! Шпиц-рунтенов перри. Дааааа! Вау! КОНЕЦ КОНЕЦ Вы слушайте меня, только не перебивайте, умоляю, я никогда никого не любила. Я думала, что у меня нет сердца и что так будет вечно. Только когда я встретила вас, я испытала, что это такое, любовь. Я должна была принести вас в жертву, но я не сделала этого. Ну, вы принесли в жертву других. Лизу вы покупали много людей, невинных. Но я не выбирала такую жизнь. Это мое проклятие. Кому, как не вам меня понять? Ведь и на вас лежит проклятие. Вы тоже темные. Мы с вами на одной стороне. Да, мы оба прокляты. Но мы с вами не на одной стороне. Простите, я умоляю, дайте мне шанс все исправить. Уедем отсюда. Далеко-далеко. У нас с вами в запасе еще без малого 30 лет. А потом я умру. Потому что я больше не хочу никого убивать. Ну, насчет 30 лет-то ты погорячилась? А ты что здесь забыла, старая? Ах ты, змеюка. Не такая я уж и старая. Всего-то на пять лет старше тебя, сестрица. Мария? Мария? А-а-а! А-а-а! Имеется ли у тебя заветное желание, Мария? Имеется. Вратиться обратно в людской мир и отомстить. Да будет так. Что это? Что происходит? Ты вернешься. И если тебе удастся отомстить, впредь можешь не возвращаться. Будешь служить мне на земле. А это обличие, чтобы жизнь была тебе не в радость. Молодость вернется к тебе, как только настанет время мстить. Ну, здравствуй, сестрица. Как же долго я ждала этого дня. Ты отобрала у меня единственную любовь. Я все ждала, когда же ты наконец сама влюбишься. И вот прошло почти два столетия. И только этому юному пану удалось растопить твое ледяное сердце. Спасибо вам. Вы оказали мне большую услугу. Сейчас ты увидишь, как он умрет. Судя по всему, они уже мертвы, как четыре часа. А что с моим барином? Дальше я отправлюсь одна. Вам туда не следует вступать. Тоню, я не пущу, а ты проткну, Тоню! 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 Николай Васильевич! Николай Васильевич! Лиза, вы должны снова превратиться во взадника. Используйте свою силу, иначе она вас убьет. Нет, моя сила нужна мне не для этого. Простите меня за все. Я вас... Стой, ведьма! Не трогай господина Гоголя! А ну не лезь не в свое дело. Иди играй в свои куклы. Ты ищешь! А-а-а! Cогласы! А-а-а! А-а-а! Отличная работа, Николай Васильевич! Браво! Не удалось заполучить младшую ведьму, теперь придётся довольствоваться старшей! Поздравляю! Ну-ну-ну, господин дознаватель без глупостей! У меня тут осталась одна пуля, а мне нет никакого желания тратить её на вас! Остыньте, Николай Васильевич, и послушайте! Вы мне глубоко симпатичны! Я хочу рекомендовать вас в члены нашего тайного общества! Вдумайтесь! Вы вольётесь в ряды могущественнейших людей страны! О вашей книге! Кстати сказать, я уверен, вас ждёт блестящее будущее! А сейчас с нашей помощью, конечно, вы можете стать самым издаваемым литератором! Александр Сергеевич просто помрёт от зависти! Решайтесь! Я не хочу иметь ничего общего с таким человеком, как вы! Ну, собственно, я так предполагаю! Молодости свойственно безрассудство! Валяйте! Волочите дальше ваше жалкое существование! Носитесь со своими комплексами, страхами, снами! Разойдёмся красиво! Только один совет на прощание! По дружбе, Николай Васильевич! Не дай вам Бог когда-нибудь встать на моём пути! Ну, Марин, слава святым архангелам! Всё завершилось! Фух! Может, наконец, в Петербург вернёмся! ТЯТЬ! Смыстилишь мне новую мороженку? Кто-нибудь! ТЯТЬ! 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 Господа, проведённое расследование и всё, что здесь произошло, совершенно секретно! Отныне вы хранитель государственной тайны. А за ее разглашение, сами понимаете, что будет. Ну что ж, павшим вечная память, раненым скорейшего выздоровления. Николай Васильевич, я думаю, вы долго будете еще вспоминать эти чудные вечера на хуторе Близди Каньки. До встречи в Петербурге. Петербурге. Господин Винг был человеком чести. По несчастью, это понятие измельчало в наши дни. Александр Христофорович всегда боролся со злом во всех его обличиях. Никогда не шел с ним на сделку. Но люди чести уходят, а зло остается неповерленным. Оно живет и множится. И все, что нам остается, это уповать на суд Божий, когда каждому воздастся по делам его. Я верю, что так оно и будет. А иначе, если не верить. А зачем тогда жить? Николай Васильевич, я вас никогда не забуду. Спасибо. Береги Василину. О ком? Ради вас Господь. Я пойду вещи собирать. Прощайте, Николай Васильевич. Почему же прощайте? Даст Бог свиньемся, Леопольд Леопольевич. Вы знаете, я в последнее время окончательно убедился, что Бога нет. Хотя иногда очень хочется верить, что Он все-таки есть. Это вам. Иногда вспоминайте меня. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Конечно. Кому подписать? Александр Сергеевич, вы? Я, кто же еще? Сука! Михаил! А это, позвольте представить, мой юный друг и соратник Лермонтов Николай Юрьевич. Здравствуйте. Молодой, но уже многообещающий поэт. Здравствуйте. Николай Васильевич, прочел я здесь вашу книгу, нашел ее такое любопытное, что до селья я могу в себя прийти. Однако здесь я совсем по другому поводу. Имя Гуро Яков Петрович вам о чем-нибудь говорит? Да. Быть может, вам что-нибудь известно про тайное общество графа Бенкендорфа и его друзей? Да, к сожалению. Наше братство ведет борьбу против него. Готовы ли вы присоединиться к нам? Братство? Я вам все объясню за ужином и дужина и бутылок в Давыд Лику. Едемте, Николай Васильевич. Ужасно хочется есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начнем с того, что поднимем нам веки, И станем видеть, как есть. У нас есть все, что нужно героям, И дрог легко, и страшная месть. Так выпейте, и вам станет легче Стакан вина, и все впереди. Но не дай вам Бог, не дай вам Бог Когда-нибудь стать у нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На пути. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А царь небесный сидит посредь сада, Вокруг него ангелов тьмы. А здесь все грязи, разлад и засада, Но царю на лампы зато есть мы. Так выпейте, и вам станет легче Стакан вина, и жизнь впереди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А на пути! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но не дай вам Бог, не дай вам Бог Когда-нибудь стать у нас. I'm not working Hey! I'm not working 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 I'm not working